Продолжение следует... Без Амалека мы не могли бы выстроить себя, отформатировать себя и прийти к подобию по форме. Да, мы сейчас это почитаем, но создалось впечатление, что Амалек полностью властвует, это такое полное управление. Начинаем, конечно, с этого, потому что у нас нет никакого соответствия Творцу, и поэтому повсюду, где мы хотим что-то сделать, и мы обращаем внимание на свои свойства, на свои намерения, конечно, мы видим, что повсюду находится ради получения нашего намерения, и оно властвует, конечно. А когда в особенности мы видим, что Амалек властвует, как сказано, при выходе твоём из Египта, когда мы хотим подняться над желанием получать и прийти к радиоотдаче, тогда мы начинаем раскрывать Амалека. То есть при выходе из Египта, в пустыне, в разных таких состояниях, когда как раз укрепляется тот, кто идёт к Творцу, то, что называется, Исраиль, прямо к Творцу, как результат того, что он укрепляется, Исраиль, против этого укрепляется и Амалек, и приходит и воюет с ним. Так стоит, чтобы мы подготовили себя, потому что создалось впечатление, что он хуже фараона, потому что он приходит после фараона? Амалек хитрее. Фараон – это простое желание получать. Амалек – это уже, когда хотят стремиться прийти к Творцу, уподобиться ради отдачи, тогда для того, чтобы сформировать тебе ради отдачи правильным образом, Творец устраивает тебе желания и намерения, ради пучения, такие, чтобы ты видел, где ты можешь изменить их и уподобиться Творцу. Амалек – гораздо более хитрый, идеологический, с намерениями, с разными вещами и в трудных ситуациях, допустим, в пустыне, когда тебе не за что зацепиться, не за что особенно, как укрепить себя. Да? Ну, мы сейчас будем учить. Субтитры создавал DimaTorzok